так ну что друзья всем привет мы сегодня на соревнованиях по силуэтной стрельбе которая проводится клубом 22 л.р. ссылка на этот клуб будет в описании кому интересно собственно соревнования вот у нас сегодня дима жуков вы его все хорошо знаете он один из организаторов этих соревнований и соответственно давайте зададим ему вопрос вообще дима расскажи что за соревнования какие классы какие дисциплины более пяти лет проводится соревнования по силуэтной стрельбе что такое силуэтная стрельба это программа матчей который имеет более чем 100 лет не история пришла она из мексики где первоначально стрелялась все из малокалиберных винтовок и из винтовок под черный порах и исторически сложились дистанции которые на сегодняшний день также стрелки продолжают поражать цели на дистанции 40 66 60 метров 77 метров и 100 метров для малокалиберных винтовок и удивиться в девятнадцатом году была первая идея провести big bore то есть ну как переводится английского большой ствол то есть для серьезных нарезанных калибров для биг боров уже дистанция более серьезные стрельба идет на дистанциях 200 300 385 и 500 метров важной особенностью этих матч является то что никаких чит кодов нельзя использовать то есть никаких сошек упоров столов мешков триподов упоров только руки и винтовка если говорить про международные требования международный рекламент то там очень много ограничений то есть никаких регулируемых щек если регулируется плечевой упор затыльник то он должен быть установлен среднее положение нельзя использовать в качестве опоры магазин поэтому стрелки вынуждены если у кого-то магазин выпирает из ложе его необходимо обтекать таким образом чтобы вписываться в своей стойкой в требования регламента то есть грубо говоря это стандартная охотничья винтовка чем проще тем лучше именно так есть два класса охотничьи винтовки и грубо говоря уже профи где соревнуются но у нас пока недостаточно массовое мероприятие если бы нас было бы стабильно больше там чем 100 человек стреляющих хотя у нас регулярно стреляют у нас уже в матчах участвовало более 200 человек за 5 лет девизом матчей силуэтной стрельбы является девиз шут лайком стреляй как мужчина то есть стоя с рук без каких-либо чит кодов там запрещены ремни грибки и шампиньоны то есть любые стрелковые костюмы стрелковые костюмы то есть форма одежды должна быть она свободная она не регламентируется но стрелковые жилеты куртки которые утягивают тело как корсет то есть для того чтобы спина лучше держала положение стоя опять-таки специальные обувь и многое другое в частности перчатки которые фиксируют кисть вот эти все аксессуары они в силуэтной стрельбе запрещены слушай а скажи а какие классы у нас сегодня значит на сегодня 22 лр бигбор и еще у нас есть ланкастер да мы в этом году вообще что касается ланкастеров в прошлом году мы провели два матча по программе силуэтной стрельбы бигбор и ланкастеры также участвовали наравне с обычными винтовками там в 308 в 223 там и так далее а у них дистанции поменьше у них в прошлом году были те же самые дистанции они стреляли от 200 до 500 метров стоя но в этом году у нас появился спонсор тех крим компания которую во первых могла сделать стартовый взнос для участников в классе ланкастер дешевле ниже по стоимости то есть не 3000 рубля 2000 рублей и во вторых они дали призы патроны на 7000 рублей и первые 10 участников получат еще по моему газовые баллончики если не ошибаюсь то есть ценник да давай давай очень демократичны то есть да что вы понимали это сюда вход самый простой то есть на самом деле здесь вам нужно просто винтовка которая способна дострелить на 500 метров это для бигбора или любая мелкашка и ценник здесь насколько я помню 3000 рублей для 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 ланг для 22 лр и бигбора и две тысячи рублей для ланкастеров вспомню спасибо тех криму да вот это таким образом у нас очень демократичная по стоимости участия что касается ланкастеров у них дистанция сегодня до 200 метров до 200 метров и размеры целей поражаются фигуры почему называется силуэтная стрельба это силуэты животных если мы говорим про то что вы видели в тирах в парках отдыха обычно да вот эти вот маленькие курочки барашки свинки все вот это вот оно все пришло из силуэтной стрельбы здесь по ним и стреляют и тут надо что сказать что мелкашка стреляет по металлическим фигуркам ланкастеры бигбор стреляют по бумаге соответственно цели увеличиваются в зависимости от дистанции то есть угловой размер цели один и тот же то есть грубо говоря баран на 500 метров для бигбора это там что-то порядка 60 на 80 сантиметров что-то такого размера да это примерно как полторы грудных мишени обычных которые все хорошо знают как вот обычная номер 4 зеленая мишень в любом тире ну примерно чтобы ориентировались надо стоя с рук из 10 выстрелов попасть по размеру мишени который примерно в полтора раза больше чем обычная грудная мишень это кажется что тяжело на самом деле если вспомнить первый матч в прошлого года ну вот я например из 10 выстрелов попал только три раза а второй матч уже попал из 10 выстрелов 6 раз и у нас я даже один стрелок есть кто попал 8 раз из 10 стоя с рук еще очень важный момент друзья касающийся силуэтной стрельбы в правилах сказано что фигура считается пораженной в том случае если она упала то есть физически вот стоит на брусья фигура вы можете сейчас видеть тоже данный момент на брусьях как раз располагают силуэты самый ближний к нам это курицы дистанция 40 метров для мк винтовки так вот подлетная скорость у мк винтовки довольно высокая и довольно высокая энергия поэтому очень часто эти куры они при попадании допустим не четко в центр а куда-то там в лапку в шею или еще куда-то это курица она взлетает делает несколько переворотов вы были случаи когда она снова возвращается на подставку на брус но в этом случае считается что фигура не поражена потому что она продолжает после выстрела стоять на брусе самое главное что фигура должна упасть то есть физически она должна упасть или упасть остаться на брусе либо она должна упасть и упасть с бруса на землю на грунт вот это именно очень важная особенность и мы пока стреляем big bore и ланкастер по бумаге то есть у нас напечатаны на плотной контрастной баннерной бумаги который не боится дождя как сегодня силуэты например самые сложные это индюшки до 385 метров и мы пока не учитываем power factor потому что вообще международных правилах минимальный калибр это 6 миллиметров и уже проверено что например 243 винчестер может иметь недостаточной энергии для того чтобы поразить фигуру барана на 500 метрах поэтому считается что 6 миллиметров самый самый минимум 6 половиной миллиметров проблем нет как правило уже валит пуля такая на любой дистанции но мы пока стреляем по бумаге и у нас довольно много участников с 223 не проблем например у нас вот торгашин роман стреляет попадает 500 из ар-15 какие проблемы оружие может быть любым ограничение у нас никаких нет оптика может быть любая вообще первое упоминание в русскоязычной какой-либо литературе она появилась примерно лет 15 назад может быть чуть побольше такой был оружейник геннадий михалыч кожаев и он в свое время перевел на русский язык риловнинг манюэл вихту вори как это книжка по снаряжению патронов вихту вори которая завоевала популярность практически все кто самостоятельно снаряжает патроны для нарезного оружия они естественно эту книгу считают букварем и по сложившейся вот этой традиции все кто стреляют у нас они пользуются мануалом вихты переведенным на русский язык и в нем перед тем как знакомить как раз с материалами как снаряжать патроны там было описание различных высокоточных видов стрельб bench rest long range и и так далее и вот там была статья про бигборы называется она стальные силуэты или металлические силуэты и когда я первый раз вот я снаряжаю патроны больше десяти лет уже и когда первый раз эту книгу мне попала в руках я с геннадий михалыч хорошо был знакомые люди что стоя с рук на 500 метров стреляют то есть я взял подошел к окну посмотрел где 500 метров и я удивился потому что ну как вот цель там не знаю размером с окно но она уже кажется просто смешная маленькой точкой а нужно попасть ну чем больше тем лучше вообще что касается наших матчей мы отдельно примеру им участников за тех кто поразил всю линию вообще как проходит матч у участника есть дистанция например в малокалиберной винтовки вот повторюсь это 40 60 77 100 метров на каждую дистанцию выставляется 10 фигур и на чем-то типа скамейки это брус кстати говоря мы уже готовим брусья и режем сейчас стальные гонги для бигбора и следующий матч по бигбору я надеюсь уже по железу пройдет по-честному и дальше программа матча следующая то есть участники располагают на столе свою винтовку магазин снаряжены пятью патронами и у них есть по команде две с половиной минуты для того чтобы произвести пять выстрелов затем осуществляется перерыв 30 секунд который используется для того чтобы немножко передохнуть глотнуть водички там примкнуть следующий магазин и дальше опять две с половиной минуты и еще пять выстрелов таким образом стрельба она не скажу что она проходит в вялом спокойном режиме в ней есть все-таки определенный мандраж того чтобы все делается с рук нет возможности как-то вот постоять полюбоваться как то настроиться это все должно прийти как-то само ну то есть нужно быстро как-то уметь втянуться в стрельбу и взять вот этот ритм потому что чистить то сделать более быстро выстрелы и это наверно тоже не очень хорошо и здесь обычно в силуэтной стрельбе лучшие результаты показывают те кто стреляют равномерно растягивая свое время чтобы после каждого выстрела снова взять нужное положение и перед оптаться потому что стрельба идет с травы и здесь если мы стоим на ровном полу то все хорошо тут шажочек влево шажочек вправо сразу же положение тела может измениться слушай а расскажи вы же еще планируете сделать под пистолетные калибры до пистолетные калибры это был прекрасно и возможно даже те кто будут участвовать в будущих матчах с использованием там популярных пистолетных калибров там 40 св 9 на 19 это те кто стреляет сегодня описи пока есть то есть практике потому что динамики на наших матчах достаточно и дистанции они не такие которым привыкли в ipc то есть там для пистолетных калибров до 100 метров я думаю может быть даже и дальше можно будет сделать и соревнования проводятся не раз в год нет 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 а программа вообще наш клуб делает не менее двух соревнований каждый месяц мы делаем f-класс малокалиберный винтовочный рубеж и стоит исторические соревнования легендарной винтовки которые уже девятый год в этом году будут проходить много матчей в том числе снайпинг в том числе снайпинг по правилам прс precision rifle series то есть это довольно модное направление целевой стрельбы на западе в америке в первую очередь и мы попробуем провести по правилам прс и малокалиберный снайпинг и снайпинг взрослый с дистанциями до 1000 метров и также у нас еще данила проводит бродилку то есть это элементы охотничьей тропы то есть рейдерские такие выходы где есть и быстрое распознавание цели на неизвестной местности и перемещение и так далее так далее довольно много разных мероприятий указаны и есть в том числе у нас есть разные каналы на яндекс зене где мы пишем много статей ладно ну все ссылки оставим в описании дим спасибо ну теперь наверное пойдемте постреляем пойдемте всем пока пока